привет друзья сегодняшний мой небольшой обзор будет посвящен новинке каталога faberlid номер 2 это тушь новая тушь я очень люблю туши и периодически снимаю на них обзоры чтобы вот выбрать себе и хорошую тушь а вот так в каталоге выглядит этот уж очень интересный дизайн меня он сразу привлек когда я увидела на страницах каталога я сразу же решила что да я куплю себе и протестирую эту новиночку согласитесь цена приятная 449 рублей цена каталога если вы зарегистрированы то от объема ваших покупок там идет процент 20 процентов скидка либо 26 так вот у меня 26 процентов то есть тут совсем цена получается копеечная так вот 60 процентов скидка на нее идет что самое интересное давайте прочитаем что пишет каталог силиконовая щеточка конической формы подкручивает ресницы создавая эффект кошачьих глаз до интересный дизайн я расскажу свои плюсы и расскажу свои минусы по поводу этой туши вот на этом развороте что самое интересное я прочитала про нее глянцевый финиш с блеск с блеском черного кристалла тюбинг текстура окутывает ресницы превосходно удлиняя и что такое тюбинг текстура потому что я поняла и вам потом расскажу в чем в чем собственно говоря этот эффект следующее смывается теплой водой то есть это термо тушь идеально для использования с наращенными ресницами глянец кристалла новая тушь для идеально очерченных сияющих как после ламинирования и удлиненных ресниц да красиво даже очень красивый дизайн и давайте мы его с вами посмотрим итак пришел он мне в заказе вот такая коробочка чтобы понять как она отличается вот стандартная видите то есть она практически в два раза больше я когда ее увидела думал вот эта коробочка она однозначно вот больше стандартный код у нее 5822 вот она эта тушь вот так упакована я ее уже здесь скрыла попользовалась здесь идет вот такая вот скотч чтобы не было соблажно открытие и посмотрите так открываем вот так она упакована вытряхаем и вуаля вот он дизайн этой собственно говоря туши да он сделан так такой граненый весь видите тюбик полностью то есть не тоже нет не только крышечка но и сам весь тюбик он грани разные грани вот как кристалл собственно говоря и реклама в каталоге это тоже как кристалл силиконовая кисточка давайте посмотрим силиконовая кисточка конической формы да действительно коническая форма очень удобная вот такая кисточка то есть идет маленькие щетинки и они увеличиваются как раз вот когда прокрашиваю чтобы вот вот эту часть глаза прокрасить нам нужно маленькие чтобы щетиночки были узенькая и это удобно очень удобно ну и собственно говоря вот этим же можно и прокрасить вот уголки то есть удлиняю ресничку до удобная коническая форма вот она силиконовая щеточка смотрите какая она прям вот такая дышит когда я ее первый раз достала и решила вот излишки туши я немного испугалась думаю ой как бы она вот вообще не оторвалась потому что вот она там действительно ходит по дуном ходит ну так и так давайте посмотрим дальше видео мой тест драйв на эту тушь и так напоминаю удлиняющая тушь для ресниц black crystal 0 5 миллилитров объем у нее 58 22 кристально черный цвет сейчас посмотрим и я вам расскажу минусы которые я обнаружила в этой туши то есть вот 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 итак про плюсы я еще раз повторюсь мне понравился дизайн сама упаковочка очень интересная тюбик сам необычный такой весь храненый действительно как кристалл такой как сталактиты до кристаллы понравилась щеточка щеточка я люблю силиконовые щеточки здесь в этой туши мне понравился со сама щеточка как она сделана каким вот конусообразный и вот удобно прокрашивать а теперь минусы минусы этой туши для меня это большие минусы потому что вот не знаю мне как-то я не знаю подружусь я дальше с ней или не подружусь что самое плохое для себя я обнаружила когда красишь ресницы и если вдруг бывает такое что невзначай попал тушью на на кожу сразу я никогда не убираю сразу как только например какой-то ляп я стараюсь чуть-чуть чтобы подсохла тушь и потом уже ватной палочкой ее убирать так будет лучше так вот если даже здесь я подождала и начала убирать то получается такая жуткая мазня просто она расплывает она растягивается она растягивается по всей коже если ну до этого обычную тушь ну как она это обычная получается хоть даже этот термо тушь у меня на канале есть видео обзоры с термо тушьями другой фирмы которые я пользовалась и я была просто в восторге от термо туши так вот а здесь она вот у вас просто чернилами проходит и все размазывается и ватная палочка и даже чуть-чуть маленькая капелька почему-то столько пигмента на ватной палочке что одной вы не справитесь вот маленький такой вот ляп скажем но он так растягивается и на ватную палочку причем и по коже вот это вот очень для меня большой минус еще один минус я для себя обнаружила такой скажем сюрприз кавычках это когда я накрасила ресницы сейчас я кстати тоже с ними с этой тушью так вот когда вы например мы с вами все живые люди у нас есть мимика и когда вы например улыбаетесь или например засмеялись ну или просто вот вот такое действие пример делаете и ресницы смотрите они все слипаются сразу они мгновенно прилипают друг другу и и вот так вот пальцами охота взять и глаз вот так вот раскрыть и вот это вот малейшее движение мы же в течение дня бесконечно и так дело да вот раз там прикрыл глаз засмеялся по-разному же мы мы же не не смеемся с выпученными глазами правильно все они у нас автоматически по анатомии они у нас как бы прищуриваются так вот когда вы делаете это движение ваши ресницы автоматически склеиваются они вот если нижние и верхние прокрашены они прилипают вот так друг другу видите и они о и они с трудом охота просто проморгать и все я была в шоке от этого я первый раз вижу такую тушь да это термо тушь я не знаю как ее делали из какой консистенции но я даже не знаю как и вот я сейчас выйду на улицу не знаю какой будет эффект как она поведет себя на улице при температуре минусовой обычно термо тушь она нормальная то есть она и осадки удерживает и не слепаются вот эти ресницы еще если вы хотите например а подправить реснички вот так вот и их разделать они тоже слепаются они вот как знаете как паучьи лапки вот так раз и слепились и все их надо вот этими зубочистками тогда проделывать ну в общем я не знаю как какой-то дуризмус они тушь я вообще первый раз за свои годы сталкиваюсь вот с такой тушью но обычно я как-то так прощаю думаю ладно щеточку я могу заменить на туши но чтобы саму тушь и и вот как я теперь не знаю куда ее в этот год а лента как как красить на ресницы но вот такой вот у меня вот обзор получился скажем такой честный без всяких прикрас не знаю рекомендовать нет я бы не рекомендовала и и честно но это вот на любителя пробуйте может быть у вас как-то по-другому это будет все но вот у меня вот этот эффект когда я хожу с этими склеенными ресницами не прям охота знаете вот нижние взять и просто вот стереть их чтобы верхние не прилипали к нижним но я думаю вы уже все это так поняли что я в красках это все описала и больше говорить не буду поэтому смотрите вот такая тушь не знаю я полностью не в восторге абсолютно от этой туши да мне нравится еще раз будет любит мне нравится сама щеточка а как она сделана ну сам вот это вот содержимое самой туши вот этот гуталин я просто шоке действительно просто на выброс в мусорку и все то есть поживем увидим пока пока оставлю дальше будет видно все до новых встреч надеюсь обзор 2 чуточку полезно может кому-то она и понравится в общем до встречи девчата до новых полезных обзоров пока пока